Всем привет! Меня зовут Мила. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня вместе с вами мы приготовим самый ленивый из всех ленивых наполеонов. Но он у нас будет самый вкусный. Берем готовое слоеное тесто. Нож. И нарезаем тесто. Сначала на полосочки. Приблизительно вот на такие кусочки. Эти кусочки укладываем на противень. Не беда, что они не совсем идеальной формы. Вот так вот укладываем. И отправляем в духовку минут на 15-18. И выпекаем при температуре 200 градусов. Итак, наши квадратики превратились в кубики. Теперь вот этой красоте нужно дать немножко остыть. Точнее, остыть полностью. Пока наши кубики слоеные будут остывать, мы займемся приготовлением крема. Для крема необходимо взять самые густые сливки, которые вы только можете найти в магазине. Вылили сливки и начинаем их взбивать. Сливки взбились в очень густую-густую массу. И теперь в эти сливки мы добавляем целую банку самого густого сгущенного молока. И продолжаем взбивать. И теперь, когда сливки со сгущенным молоком перемешались, мы добавляем в миксер по одному кусочку сливочного масла. Наш крем взбился. И в самом конце нужно добавить немного крем-ликера. У меня амарула. Используйте такой, какой у вас есть. Выливаем амарулу и чуть-чуть перемешиваем. Точнее, взбиваем. Все, крем готов. Теперь торжественный момент. Соединяем крем и нашу слоеную выпечку. Нам необходимо оставить приблизительно около трети вот этой нашей выпечки, потому что она пойдет на обсыпку нашего тортика. Добавляем порциями наши сухие кусочки и перемешиваем. Масса должна получиться достаточно густая. Не жидкая то, что это один крем получится. И смотрим. Перемешалось. Добавляем еще порцию. Прекрасно. Я думаю, достаточно. И теперь изюминка, точнее голубичка. Наш Наполеон будет с голубикой. Добавляем ягоды. Перемешиваем аккуратненько. Перемешали. Берем форму для выпечки. Внутрь укладываем пищевую пленку. И теперь берем нашу массу и утрамбовываем в форму для выпечки. Так, теперь аккуратненько все это нужно разровнять. Выровняли поверхность. Торт практически готов. Теперь нужно его поставить в холодильник на несколько часов. Еще лучше на ночь. Что мы сейчас и сделаем. Ставим в холодильник. Два часа позже. Достаю наш Наполеон из формы. Сделаю вот так. Вуаля. Красота. Последний штрих. У нас остались сухие кусочки слоеного теста. Нам нужно их превратить в крошку. И как стандартный Наполеон обсыпать этой крошкой. Чем мы сейчас и займемся. И теперь наш тортик со всех сторон посыпаем этими хлопьями. Вот и готов наш самый ленивый Наполеон с голубикой саморулой. Вкуснейший торт, который готовится очень просто. Пожалуйста, попробуйте приготовить. Пишите комментарии, ставьте лайки. Пробуйте приготовить. У вас обязательно получится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok